Всем привет! Мы сейчас с мамой закупились за реку. Мам, скажешь пару слов, что ты выбрала? Пододеяльник с кружевами. Здесь очень много кружев. Кружева, кружева, кружева. Ого, реально много их. Здорово. А вот это подстилочка под посуду, подстилочки вернее, тут четыре, под посуду на стол. Мама любит такие плетеные, они нейтральные и довольно уютненько смотрятся. Мы пока ходили в базар и пол. Там столько новогодней красоты было, что мы с базар разбегались. Но в итоге пока что остановились на этом. Мам, ты довольна покупками? Очень. Мне здорово. Мне очень понравился вот этот набор. Обычно больше предпочитаю красно-золотистую гамму новогоднюю, но вот это прям любовь с первого взгляда. Зашли с мамою в республику. Посмотрите, какие книжки я выбрала свою. Напишите в комментариях, какие из них вы читали. Мне вот очень хочется прочитать эту и вот эту. На первом месте скорее вот это будет. Еще я хочу прочитать книгу такого плана про минимализм, про уборку. Они меня мотивируют поддерживать дом в чистоте, порядке, уюте. Мам, а ты какую взяла? Какую-то по психологии, в общем. Мама любит книги по психологии. Ладно, мама меня поправила, сказала, что я не очень люблю книги по психологии, я больше люблю книги по медицине. Что это за книга? Как бросить любимого, если понимаешь, что он козел. Прекрасно. Нет, это тут я прочитала. Это лучше. Кого ты взяла хоть? Я же посмотреть взяла. А, Лобковского. Москва. С северным характером. Знаешь, наешься и будешь таким сильным, кремень такой будешь. Выглядит аппетитно. Свиные ребра. Как наешься свиных ребер и брюквы. Свинины тушеные в молоке с чесночком, телятинкой. Если честно, мне кажется, не очень аппетитно звучит свинина на молоке. Смотри, вот это еще фото, такая черная нога. Угу. Угу. Не, мама. Ты не зря нардическая. Давай остановимся. Спрошилки. Спрошилки. Это что? Наука? Приготовление искусства поглощения пищи. Ты умеешь искусно поглощать пищу? Поглощать пищу. Да, да. Аппетитная. Не надо думать, надо кушать. Ты такая барышня. Аппетитная. Да, аппетитная. Да, да, да. Беда по правилам. Вау. Которую нужно попробовать. Смотри какая. Ооо. Что же нужно попробовать? Ну-ка, открой первую страницу, чтобы надо попробовать. Нет, не первую, первую попавшую страницу, что надо тебе попробовать. Сыр. Это сыр? Да. Пармиджано раджано. Реджано. Давай еще откроем. Мясо надо попробовать. Мясо это что? Деревенский паштет. Корица. Кардамон. Ооо. Подожди, подожди. Закроют страницу. Вот это, как называется? Гватемальский кардамон. Вот что добавляют в кофе сейчас. Слушай, а вот этот чай, который мы с тобой покупали, итальянский пирог, там как раз таки есть этот кардамон. Вот. И я не знала, что это такое. Вот видишь как? Не зря мы с тобой открыли эту страничку. Да. Теперь я знаю, только нет, где он продается. А вот можжевельник чая мы с тобой с ним пели. Угу. Она... Полные мешки можжевельник. После небольшого шопера решили зайти и перекусить в ресторанчик мамы Карла. Да. Мы тут как-то ели. Мне очень понравилась пицца, но сейчас я не сильно голодная. Возьму может быть что-то другое. На этих выходных мама приехала ко мне в гости. Мы решили пробежаться по магазинчику. Я и не показываюсь в кадре. Потому что у меня выскочил ячмень. И я такая красотка, что буду просто вам за кадровым голосом. Вот так. Поэтому мама с братиком приехали. Мы тут немножко тусуемся в магазинчиках и поедем потом домой. Сегодняшняя рубрика называется «В гостях у дочки». В гостях у дочки. Ну пусть будет так, да. Может кому-то интересно твой ячмень посмотреть. Мой ячмень кому-то интересно посмотреть. Но я не хотела бы, чтобы они на меня смотрели с ячменьем. Конечно, он у меня не супер гигантский, но все равно. Наоборот, покажи. Нашка интересная. Сними один глаз. Нормальный. Что тебе такое вкусненькое принесли? Суп с морепродуктами. Так, а у меня тоже немножко морепродуктов в виде в Филадельфии. Ого, продукт. А что, это креветка? Большой продукт. Огромный. Не пожалели. Ну да, а то иногда заказываешь суп с морепродуктами, а там размером с мой ноготь на мизинцы что-нибудь положат. Очень красивое сочетание серенького с беленьким. Такой прям мягенький халатик. Нашли больше. Смотрим тут разные пижамки. Нам с мамой вот эта пижама понравилась. Красивое, да, сочетание? Бежевый с молочным. Еще такой кардиганчик вязанный. Штапочки. О-о-о, какие милые. Вот это леченое. Ну да, мам, мне тоже очень понравился этот комплект. Смотри, с такими ботинчиками, как луги. С тапочками. А вот эта наверху что? Носки. Да, в них ходят? Ну, я думаю, такие домашние. Домашние тапочки. Да-да-да, точно. Сосные? Да. Это дышание внутрь какие. Смехом. Да-да, поэтому они и держат форму. Взяли брата сейчас малаху, потому что у него переходный возраст. И вот такую мазюкулку локальную от несовершенств. Буду его выручать. Потому что все-таки девчонки, все дела. Надо выглядеть хорошо. Но вы понимаете. А то ведь сам не будет себе ничего такого покупать, подбирать. Он об этом не разбирается. Я не подскажу. Ну и погода сегодня. Домой. И сидим с мамулей, читаем ваши комментарии к ролику. Нам очень приятно. Мне кажется, в особенности маме очень приятно. Да, мам? Угу. И тут вот Ольга спрашивает про семейные традиции. Когда я была маленькая, мама придумала очень интересную традицию. Расскажешь? Угу. Зимой, когда падал снег и приближался Новый год, мы ходили на улицу, там гуляли. И я прятала подарки всегда в сугробе. Старалась делать так, чтобы ты отвернулась, отвлекала тебя, а сама в этот момент прятала подарок. И тебе говорила, что смотри, падает снег. Совсем недавно тут пролетел Дед Мороз на своих санях. Сани были полные подарков. И либо я тебе говорила, что Дед Мороз эти подарки роняет, либо я тебе говорила, что он специально для тебя оставлял, бросал подарки с этих саней. И что обязательно нужно в сугробе найти. И помню, один раз прибежала, закопала подарок. И потом скорее за тобой. И мы с тобой пошли и все тебе говорили, вот смотри, вот там какая большая гора снежная. Давай там смотреть. Я помню нашла тогда куколку из серии Розалинда. Розалинда, да? Так серия вроде называлась. Короче, раньше были маленькие куколки Лего. И я собирала замок и всех персонажей к этому замку. Помнишь, еще фея была маленькая, такая розовенькая. И что ты меня еще туда подбрасывала в сугробы? Киндер-сюрпризы. Я тоже сюрприз прямо тебе говорила. Смотри, смотри на ветке. Я сама бросала киндер-сюрприз. И ты прям почти на него. Да, почти на него. Я совсем маленькая была. Да, да. Слушай, ну вообще это было очень здорово. Потому что я была маленькая и я действительно верила, что пролетает Дед Мороз над нами. И что у него там то мешок дырявится, то он мне специально подбрасывает эти подарки. Мне кажется, что это забавная такая игра. И мы на протяжении нескольких лет ходили на ту улицу. И все это вот продолжалось. Просто когда у меня брат появился, мы несколько раз с ним тоже ходили. И в этом уже участвовала я вместе с мамой. В общем, девчонки, мы сейчас балуемся чаем на ночь глядя. И буду уже укладывать маму. Потому что много времени. И мама уже отключается. Устала. Друзья, сейчас уже следующий день. И я решила вам показаться, потому что сегодня мне полегче. Глаз уже не такой опухший, как вчера. Мы с мамой и с моим братом решили прогуляться по лесу. Потому что они оставались с ночевкой. И, в общем-то, у нас так проходит выходной. Да. Сколько уточек. Вообще много людей в лесу гуляют в парке. Бегают, спортом занимаются. Молодцы какие. А там, вон, смотри, мам, еще сколько играют в волейбол. Видишь? Ага. Ага, ага. Руки так смешно крикуют. Но их много. Смотри, как много их. Причем они разные. Вон, какие-то коричневые, какие-то беленькие. Видишь домик? Угу. И женщина по мостику идет с собачкой. Я много раз наблюдала, как... А вон, ребенок лезет купаться. Короче, тут часто мужики купаются зимой. Моржи. А сейчас вон малыш лезет. Офигеть. Моржи. Но я бы не стала в таком месте купаться, потому что все-таки столько уток. Мне кажется, это ничего. Главное, сама мамашка не полезла, а малыша искупала. Это удивительно, что в ноюбре столько зелени. Хотя, если смотришь на эту сторону, все зеленое. Смотришь на эту сторону, а тут уже глубокая осень. Смотришь сюда. Опять зелененькая. Красиво. Привычка гулять у меня появилась от тебя. Все хорошие привычки только от меня. Все хорошие привычки точно только от тебя. Ну, на самом деле, у меня мама просто очень любит ходить, гулять. И каждый день выходит, двигается, гуляет. То есть ведет активный образ жизни. Ну и, собственно, ты послужила для меня примером. Я тоже стараюсь по возможности сюда выходить, дышать свежим воздухом. Ну и как-то мы с тобой, если за компанию идем, то это вообще прекрасно. Ну да, вспомни пергюнта. Вся жизнь моя в движении, в движении. Ты погромче немножко говори. Снова спеть? Снова спой. Я говорю вспомни пергюнта. Вся жизнь моя в движении, в движении. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. После прогулки мы решили зайти в кафешку и набрали себе разного чая. Ты с чем, мам, взяла чай? С шиповником. С шиповником и яплоком, да? А я взяла себе прям чай. Я его уже третий раз беру в шоколаднице. Это чай из мачо или латы. В общем, главное, что он пряный. Очень хорошо согревает. Помнишь то, что вчера в книжке видели, специи? Вот как раз-таки они там и плавают. Такой вкусный аромат. Здорово. У меня сейчас бульк, крышка отвалится. Субтитры сделал DimaTorzok